Период жизни человека, который принято называть подростковым, психологи не зря считают одним из самых сложных. Социализация человека проходит совсем непросто, а попытки найти себя, самоутвердиться или приобрести авторитет среди сверстников не всегда имеют только положительную составляющую. Порой подросток выбирает самый на его взгляд быстрый путь стать взрослее, круче, авторитетнее, примыкает к рядам курильщиков или пробует алкоголь. К сожалению, иногда дело доходит и до наркотиков. О последствиях такого пути к лжеавторитету и шел предметный разговор в 10-й школе. У нас проводятся мероприятия, посвященные профилактике противоправного поведения учащихся. И на мероприятии приглашены представители инспекции по делам несовершеннолетних, ГАИ, прокурор города Бреста, также представители общественного объединения, волонтеры нашей школы. Мероприятие проводится у нас для учащихся 8-10 классов. И в общем-то оно предполагается, в основном тематика это профилактика употребления спайсов среди молодежи. Одна из самых острых тем, которая была поднята в ходе диалога, касается спайсов, синтетических наркотиков без преувеличения, буквально с одного выстрела убивающих человека. Бороться с этой стремительно надвигающейся спайсовой чумой непросто. Однако это совсем не значит, что невозможно. И с каждым днем сторонников здорового образа жизни и здравого подхода становится все больше. К примеру, только в 10-й школе в настоящее время подготовлено 30 так называемых мультипликаторов. Детей, которые по схеме равные обучают равного, уже полгода проводят антинаркотические тренинги. Я стала мультипликатором, так как я считаю, что надо заниматься этим, чтобы было меньше летальных исходов. Я не только занимаюсь профилактикой наркопотребления, но и на разные темы здоровой семьи, питания. Не менее важная тема – детский дорожно-транспортный травматизм также была затронута в ходе мероприятия. Нововведения в правилах дорожного движения сейчас, возможно, напрямую и не касаются подростков. Однако пройдет совсем немного времени, и большинство из них пополнят стройные ряды курсантов автошкол. И тогда приобретенные знания точно пригодятся. К тому же, не лишним было напомнить подросткам и о том, что пешеходы – это такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты. А значит, у них есть как права, так и обязанности, неукоснительное следование которым – залог безопасности дорог. В прошедшем году, к сожалению, на территории Брестской области пять детей погибло. В двух случаях это были дети-велосипедисты, в двух случаях, даже в трех случаях это были дети-пешеходы. Чаще всего к летальному исходу, к плачевным последствиям приводит именно беспечность детей. Я не берусь, опять же, как я говорю, судить виновный сторон данных происшествий, но готов сказать, что детки, которые два велосипедиста пересекали проезжую часть, они не спешились, как этого требовали правила дорожного движения, а следовали на велосипедах. Поэтому у водителей шансов было намного меньше среагировать на это правильно. Согласно правилам дорожного движения, все участники дорожного движения, независимо, дети это или взрослые, должны знать свои права, а также и обязанности. К сожалению, статистика говорит, что не всегда дети являются у нас примером.